Мне кажется, что сегодня борьба пошла очень спокойно. Как вы думаете? Мы увидели, а как вы почувствовали? Как вы думаете? Ну, это было легче, но это было очень тяжело, потому что другой борьба был очень сильным. Он был очень сильным. И я пришел сюда, чтобы победить. Поэтому я должен победить. В последнее время вы говорили о планах, даже если вы не хотели идти на высоту. Как вы чувствовали? Как вы чувствовали? Какая большая часть изменилась? После последнего боя вы говорили, что вы перейдете в другую весовую категорию. И вот этот переход в новую весовую категорию как-то повлияло? Что-то из-за этого изменилось? У меня у самого маленький вес. Я хотел на нижнюю категорию прийти. Это был первый бой в нижней категории. Сейчас в дальнейшие бои я буду очень хорошие бои показывать. Мне надо было просто почувствовать себя ниже категории. Я почувствовал. Все. Дальше уже ожидается война. Я всегда хотела менять категорию. И этот бой был первый бой в новой категории. Я чувствовала, как это выглядит. И это здорово. Так что сейчас я не буду только бороться, но и победить. И это война для новой категории. Его руки выглядят очень комфортно. Вы можете рассказать нам, потому что он был способом двигаться. Он выглядит, как он работал на его боксе. Вы можете рассказать, что это был большой фокус на его руках? Вы очень комфортно с руками по боксовым движениям. Это ваша стратегия в борьбе? Нет. Совершенно нет. Я просто себя хорошо чувствовал в ринге. Я кайфовал в ринге просто. Хороший. Комфортно. Я чувствовала себя очень комфортно в ринге сегодня. Так что этот комфорт помогает мне победить. Не только руки и не только движения. В какой-то момент в борьбе вы чувствовали опасность? В какой-то момент вы почувствовали опасность? Никогда не было. Потому что я контролировал соперника. Я чувствовал его движение. Я чувствовал, что от него никакого вреда не будет. Просто единственное, что я остерегался от шальных непонятных ударов, которые могут исходить. Но я все контролировал. Не. Не в какой-то момент. Потому что я был в целом контроле борьбы сегодня. И я пытался только избежать от каких-то странных движений. Или от того, что от противника. Нет. Я все контролировал сегодня. Ты счастлива с победителем? Или вы действительно хотите закончить? Чтобы закончить противника? Понимаю. Финишировать. Да. Был момент, когда я мог бы его закончить. Но это была концовка второго раунда. Да. Концовка второго раунда. Если бы чуть-чуть времени хватило, я мог бы закончить. Но у меня восемь месяцев прошло последнего боя. Я просто хотел почувствовать себя снова в ринге. Подраться, подвигаться три раунда. Это был момент во второй раунде, когда я мог бы закончить. Но после моего последнего боя было 8 месяцев назад. И я просто хотел бороться. Чтобы чувствовать себя снова. Поэтому я получил три раунда. Да. Какие борьбы вы хотите получать до конца этого года? Какие борьбы вы хотите получать до конца этого года? Может быть, ваш план уже на следующий год есть? Вы планируете заполнить этот год? Сколько вы еще боев хотите до конца года? Может быть, ваш план уже на следующий год есть? Я очень сильно хочу выступить в следующем турнире, который будет пройти в Москве. Ожидается турнир в Москве, в UFC. Я очень сильно хочу там выступить. Надеюсь, мой менеджер сможет нам хороший бой устроить. Я только надеюсь, что я смогу выступить в Москве. В UFC организирует эти соревнования в Москве. Так что я надеюсь, что мой менеджер получит место для меня. Какой чемпионат в Москве? В московской это что за чемпионат? В UFC fight night. В UFC fight night. Какой важен для того, чтобы идти в Россию? Какой же вы думаете, что это будет получено в России? Насколько вы думаете, что важно, чтобы это предприятие проходило в России? Как вы думаете, хорошо Россия примет такое? Я думаю, очень сильно примут. Будет большая публика, будет большой интерес. Потому что с Россией очень много бойцов выступает в UFC. И они очень хорошо выступают, очень хорошо себя показывают. Думаю, будет очень большое зрелище. Будет очень много людей. И это будет очень круто. Я думаю, что рецептина будет прекрасна в Москве. Потому что много, сотни, сотни фейтеров, которые участвуют в UFC вокруг мира. И поэтому, чтобы привести эти fight nights в Москве, это очень важно. Так что общество просчитывает этот вид в России. Как в будущем, твоя карьера в UFC была очень интересная. Вы пришли в UFC с другого вида борьбы. И теперь, как вы думаете, насколько быстро вы достигнете самого верха в UFC? Я был пять лет чемпионом М1 в средней высокой категории. У меня был поезд пять лет. Я пришел в UFC. Я очень сильно хочу здесь стать чемпионом. И я буду все делать, чтобы стремиться стать чемпионом. Я не знаю, как долго это будет дать мне. Но я пришел из М1. У меня была бута. Через пять лет я была чемпионом. Так что я буду продолжать борьбу. Чтобы добиться лучше и лучше. Но у меня нет времени для этого. Ты просто получил еще одну победу в Киеве. У тебя есть какой-то специальный имя для твоего следующего боя? А? Да. У тебя есть какой-то специальный имя для твоего следующего боя? И какой-то следующий бой? Да. В следующий раз. Уф. Я пока об этом не думал. Сейчас посмотрим, кого придут. Надеюсь, какой-нибудь хорошего бойца. Ну, рано говорить о топах. Потому что, может, еще одного они дадут и следующий уже топ будут давать. Но я надеюсь, что хорошего соперника дадут. Я готов. Я не знаю имя. Но я просто надеюсь, что для хорошего боя. Для лучшего противника. Для лучшего противника. Для лучшего противника. Для другого противника. Я не смотрю на топ-файтеров. Но я надеюсь, что следующий бой будет очень хорошим.